Итак, сегодня 21 марта, Международный день солнечного человека, или, как официально принято называть, человека с синдромом Дауна. О том, как живется необычным людям, точнее, необычным детям и их родителям в нашем городе, говорим с нашими специалистами, которых я с удовольствием представляю. Председатель общественной организации инвалидов Даун-центра Дмитрий Козлов. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. И международный специалист в области раннего вмешательства Наталья Баранова, Наталья Юрьевна, также рада вас приветствовать. Здравствуйте. Ну, вот хочется, конечно, сразу о чем-то положительном, насколько это возможно вообще в этом вопросе. Вот что изменилось за последние 10 лет, будем брать вот этот промежуток, потому что в 2003 году, я так понимаю, именно инициативные родители стали проявлять наиболее активные действия для помощи своим детям. Вот что за эти последние 10 лет изменилось и в вопросе адаптации, ребят, и в вопросе, конечно, каких-то методик обучения и уже адаптации именно на физическом и психологическом уровне. Дмитрий Иванович, начали вам слово. Во-первых, хочу всех поздравить с Всемирным днем человека с синдромом Дауна, который отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций с 2006 года. В мире всего проживает, по данным ООН, 8 миллионов человек с синдромом Дауна. В Санкт-Петербурге в 2013 году родилось 53 ребенка. Точно данных о детей и взрослых синдромом Дауна в городе пока нет. Что хочется сказать? В этот день во всем мире проводится очень много различных мероприятий, направленных на привлечение людей, общества к проблемам людей с синдромом Дауна. Люди одевают, это день такого, знаете, веселого человечка. Люди одевают на себя яркие шарфы цвета солнца, желтого и оранжевого цвета, разные носки разного цвета, разного цвета перчатки. В разнобой одевают одежду, в разнобой застегивают пуговицы на одежде. То есть такой веселый день. И во всем мире очень широко отмечается. И, наверное, свободный от вот тех самых стереотипов и рамок поведения, которые приняты в нашем обществе. Конечно, конечно. И в нашем городе он отмечается примерно уже в четвертый раз очень широко. В этом году он отмечается у нас вообще замечательный праздник. Мы проводим его в стенах Академии танца Бориса Ейфмана. Нам эта замечательная Академия предоставила в этом году помещение. И мы там сейчас, вот как раз там начался концерт праздничный, посвященный Международному дню человека синдромом Дауна. Только что прошел круглый стол, который впервые тоже в городе такой большой стол собрался по этой проблеме. Проблема очень актуальная на сегодняшний день. Что изменилось? Я отвечу на ваш вопрос. Конечно, общество повернулось больше, конечно, к человеку синдромом Дауна. Положительные очень примеры. В этом году мы были в роддоме номер один Василеостровского района. В этом году родилось шесть детей синдрома Дауна. И все эти дети были приняты в семье. Это очень положительный пример. Потому что раньше процент отказов от детей синдрома Дауна, буквально какие-то 10 лет назад, составлял 95%. Сейчас мы видим, что 50-60% детей, которые рождаются синдромом Дауна в роддомах, они остаются в семьях. Это замечательный просто пример. Дети воспитываются, дети социализируются. Они приходят в социум. При правильном подходе, при правильном воспитании эти дети вливаются в общество. У нас есть примеры, когда сейчас молодые люди, которые закончили школу, они работают на предприятиях, они получают зарплату, они сами ездят в транспорте в общественном. И все это результат того, что дети воспитывались в семьях, а не в социальных учреждениях. Это как раз, наверное, плюс отношения общества. То есть все-таки, пускай не так оперативно, как Запад, но мы все-таки движемся в этом направлении. И, наверное, определенная заслуга как раз специалистов, которые могут наблюдать детей с самого раннего возраста. Может быть, здесь как раз изменились и методики ведения таких малышей, для того, чтобы они в последующем могли активнее адаптироваться в нашем обществе. Ну, дело, наверное, не в изменении методик, а все в том же изменении отношения. Потому что, действительно, как показывает сейчас опыт, как показывают примеры, в мире есть много знаменитых людей с синдромом Дауна. То есть они знаменитены не только тем, что у них синдром Дауна, но тем, что они, в общем, добились потрясающих результатов. И есть очень громкие примеры. Например, Пабло Пуэбло, человек с синдромом Дауна, который является преподавателем университета и преподает педагогику и психологию. То есть это человек, который сам знает, пройдя через определенный опыт программ, то, каким должны образом строиться программы. Конечно, очень важно для того, чтобы максимально добиться каких-то результатов, это смотреть на ребенка, как на ребенка перспективного. Потому что очень часто мы сталкивались с тем, что специалисты говорят о детях с синдромом Дауна, о детках, у которых нет перспектив, у которых нет каких-то высоких... Мы не можем ожидать каких-то высоких результатов. На самом деле это не так. И самое главное, чтобы специалисты, которые работают с такими детками, а, конечно, им нужна поддержка, чтобы они верили в то, что этих детей есть будущее. В то, что они могут развиваться, в то, что они могут добиваться огромных успехов и прекрасно адаптироваться в жизни общества. На самом деле, да, к сожалению, это такой важный маркер для нашего общества, по крайней мере, современного. Это определенная успешность. При том, что, если я не ошибаюсь, все-таки родители таких детей в первую очередь делают акцент на другом. Что главное в ребенке не победа, не его какой-то социальный успех. Главное это его каждодневный праздник, если угодно, его жизнь и опять же все та же пресловутая адаптация в обществе. А насколько сложно здесь самим родителям как раз перестроиться? Я повторюсь, вот в наш этот век успешности на то, что ребенок иной, и все. И у него иные цели, иные задачи. Но появление такого ребенка на свет раньше воспринималось, действительно, вот вы правильно заострили внимание, как признак какого-то неуспеха семьи и родителей. На самом деле, конечно, такой ребенок может появиться в любой семье. Аномалия генетическая, она не предрасполагает какую-то наследственную предрасположенность. Это такая ошибка природы. Раньше вообще в мире существовали в процессе развития человечества и другие наборы хромосом. У наших детей 47 хромосом. По 21 паре 3 самия хромосома идет. Одна лишняя хромосома. Наши люди обычно имеют 46 пар хромосом. Но в мире были и люди, которые имели 45 пар хромосом. Была такая ветвь людей. Она не выжила. Выжили люди с 46 хромосомами. То есть набор хромосом является каким-то мерилом неуспеха этой семьи. В настоящее время, конечно, мама и папа, когда появляется такой ребенок, должны прежде всего обращать внимание, что этот ребенок должен развиваться в достойной среде. Среди сверстников, обычных детей. Среди обычном детском саду. В обычной школе. Затем, если позволяет возможности, может даже и дальше продолжить свое образование. Работать в обычном коллективе. Это направление так называемой инклюзивности. Родители должны сами выбирать путь своему ребенку. Отталкиваться от его возможностей. И, конечно, появление такого ребенка отнюдь не признак неуспеха. Здесь очень важно, что папа остался в семье. Чтобы он взял этого ребенка на руки. В дальнейшем этот ребенок будет его любимым ребенком в семье. Хорошо, когда в этой семье есть еще дети. Они очень хорошо, сильно помогают развиваться этому ребенку. Ребенок не настаивает развития. Он тянется или за старшими детьми, или младший подставляет ему плечо. Потому что не секрет, что такие дети, конечно, развиваются медленнее, чем обычные. А здесь наверняка все-таки требуется, опять же, и поддержка психологическая для самих родителей. Потому что вот вы сказали, да? У нас в центре. Чтобы, опять же, отец смог решиться и взять ребенка на руки. И затем принять его как своего. Потому что, увы, нередкие истории, когда вторая половина семьи в этот момент сбегает, отказывается. Есть такая психологическая поддержка? И вот, опять же, взаимодействие внутри. В центре есть. Ну вот, вы сказали уже про инклюзивное образование. Петербург пытается делать шаги в этом направлении. Мы побывали в одной из школ, где как раз ребята занимаются вместе, независимо от особенностей здоровья. Давайте посмотрим этот материал. Возьми ниточки и здесь тоже проклей. Только понемножечку, как мы говорили. В школе 657 учатся необычные дети. Здесь занимаются с ребятами, отстающими в интеллектуальном развитии. Среди них есть и так называемые дети солнца. В классах не больше восьми человек. Ведь к таким ученикам нужен особый подход. Обратить внимание надо на каждого. Ну, с такими ребятами надо больше любви, больше внимания, больше заботы и терпения. А ребята очень хорошие, очень добрые, отзывчивые. Они очень откликаются на все. Если ты к ним относишься с душой, они всегда отвечают. А вот нагрузка здесь практически такая же, как и в обычной общеобразовательной школе. Даже предметы одинаковые. Труд, школьная ИЗО, информатика, русский, чтение и ритмика. Ученики справляются. Но в школе есть и особые кабинеты. Такие, как комната релаксации. Здесь дети могут получить эмоциональную разгрузку. Физкультура здесь тоже не совсем обычная. Она лечебная. Имеет программа другое учебно-методическое обеспечение. Это другие учебники, совершенно не такие. И из, допустим, третьего класса нашей школы не перейдешь в третий класс любой другой школы. Даже самый простой. У нас нет физики, химии, иностранных языков и сложных предметов. Математика идет даже в старших классах на уровне пятого, шестого класса обычной школы. Зато большой упор здесь делается на творческое и спортивное развитие. Учителя показывают детям их сильные стороны. Школьники уже завоевали очень много наград на спортивных соревнованиях и стремятся получить еще. В школе даже есть собственный театр, в котором устраиваются тематические спектакли к праздничным датам. Еще один способ проявить себя. Плывет, плывет, по небу желтый круг, по небу плывет, плывет и светит тема. Вы знаете, у меня все равно складывается ощущение, что вот это, увы, и отношения преподавателей, в частности педагогов, скорее пока исключение. Потому что чаще, но повторюсь, это вот мое личное ощущение, что чаще педагоги задаются вопросом, а зачем идите в коррекционную школу, зачем вы усложняете жизнь и мне, и своему ребенку, и остальным детям? Или я здесь не права? Вы абсолютно правы. Но в нашем городе, к счастью, отношение к детям сформировалось уже давно положительное такое, позитивное. Педагоги имеют уже большой стаж работы и с этими детьми умеют работать. Они как работают и в 657-й школе, так и в нашем центре, в даун-центрах, имея большой стаж работы, дефектологии, логопедии. Они умеют с этими детьми найти общий язык, взаимопонимание, и дети очень хорошо в этих школах себя чувствуют. Тем не менее. Школа 8-го типа, она дает хорошее образование. Наши дети оттуда из этих школ выходят подготовленными к жизни. Они могут получать дальше рабочие специальности и при отсутствии противопоказания работать. У нас есть, например, человек, который 23 года отработал на производстве. Он вышел на пенсию, сам добирался на работу и с работы, жил в коллективе. Его там очень любили. И до сих пор его любят, вспоминают, поздравляют его с днем рождения. Ну вот еще один момент, да. Это и психологическая, опять же, подготовка таких специалистов, которые ведут ребят не просто по жизни, а затем и во взрослую жизнь, да. И, наверное, опять же, те самые методики, способы обучения, взаимодействия, возможно, с коллегами из других регионов. Потому что я посмотрела, нашла информацию, к примеру, по Уфе. Там тоже определенные у них успехи есть. Вот как-то взаимодействуют с другими регионами? Ну, вообще мы много взаимодействуем с другими регионами. И, я думаю, и с западными коллегами. Да, и с западными коллегами. И если говорить про обучение, конечно, во всем мире есть тенденции к инклюзивному обучению. И это касается не только обучения в специальных школах. Это и касается обучения детей с синдромом Дауна в самых обычных школах, когда есть помощники, которые помогают. Я так понимаю, что те идеи, которые витают сейчас в Санкт-Петербурге, они направлены именно на то, чтобы специально люди, которые подготовлены, которые знают, как работать с такими детьми, помогали бы справляться им со школьной программой. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что часто такие детки способны на многое, особенно если начинать с ними заниматься достаточно рано. И, как вы говорите, да, действительно есть специальные технологии и методики, которые позволяют оптимально и максимально развивать таких детей. И я верю в то, что когда-то мы доживем до того, что и обычные школы, самые, что ни на есть, обычные общеобразовательные школы, будут принимать таких детей и смотреть не только на диагноз. И не будут исключением, как 657-я, да, материал, с которыми сейчас смотрят. И смотреть не столько на диагноз ребенка, да, а столько, скорее, на его собственные какие-то характеристики, на его собственные способности. На его другие стороны, как, опять же, в материале прозвучало, его сильные стороны. Да, как на любого другого ребенка, конечно. И я думаю, что мы, в общем, тоже недалеки от этого. Вот насколько недалеки, потому что, смотрите, я нашла информацию только о двух детских садах, да, в которых готовы принимать солнечных детей, а в Москве, ну, достаточно большой список. Я сбилась со счета, наверное, более десятка. Я понимаю, что Москва и город побольше, и проблема там, если говорить о числе таких малышей, наверное, тоже серьезнее стоит. Тем не менее, вот насколько мы приблизились? К сожалению, в городе, ну, у нас... Но этого же недостаточно. Недостаточно. У нас всего четверо детей обучается в обычных школах, в средних школах. Родители приложили большие усилия. В школах педагоги и руководство пошло навстречу. Организовало им индивидуальный учебный план, индивидуальный учебный процесс. Ну, это, конечно, скорее всего, исключение. В садах сейчас ситуация получше. Детские сады открыли двери для наших детей. Она изыскивает возможность дополнительных с ними занятий. У нас основная проблема – это логопедия, обучение ребенку речи, обучение ребенку слышать речь и понимать ее, и адекватно реагировать. И такие сады есть. Нечего скрывать, такие сады есть. Дети наши ходят в эти детские сады, где у них такая специальная программа. Но я хочу рассказать немножко о нашем центре. А вот, знаете, перед тем, как вы про него расскажете, я в таком случае предлагаю вначале показать телезрителям, что это за центр. Потому что мы накануне отправились на улицу Чехова, где как раз центр для солнечных детей и работает. Мотор. На улице Чехова работает единственный в городе центр развития для детей с синдромом Дауна. Он открылся два года назад. Помещение в центре города выделило правительство Петербурга. Комнаты небольшие, но в каждой есть все необходимое для занятий. Помощь здесь оказывают не только петербуржцам, но и приезжим со всего Северо-Запада. Аналогичных центров в России не больше десяти. Ближайший в Москве. Самому старшему ученику девятнадцать. Самому младшему всего полгода. Занятия лечебной физкультурой проходят как в группах, так и индивидуально. В центре работает семнадцать педагогов и группа волонтеров. Среди них Нина Третьякова и ее четвероногий друг по кличке Лаутар. Это терапия, в данном конкретном случае, это часть той области, называется анимал-терапия, где дельфины работают, лошади. Вы сами понимаете, дельфины и лошади – это экзотика. Дома такое себе не заведешь. А у нас сейчас довольно многие родители уже заводят собак. В группе с волонтерами обязательно работает психолог, невролог или врач-реабилитолог. Результаты хорошие. Так еще три недели назад эти маленькие ученицы панически боялись собак. Так, лупер! Хоп! Молодец! Помощь здесь оказывают не только детям, но и их родителям. Врачи давно научились предсказывать рождение ребенка с синдромом Дауна. Поэтому очень редко от таких детей отказываются. Но чтобы вырастить их, надо приложить много труда. А еще необходимы особые знания. Именно поэтому с родителями работают не только медики, но и психологи. Подчас это люди, которые сами воспитывают ребенка с синдромом Дауна. Мы сделали хромосомную экспертизу первые 16 недель. Это у меня был месяц для того, чтобы принять решение. Это было то время, когда мне нужно было просто побыть собой, со своими ценностями. И это была такая трансформация просто. Вот всего что. Оценка, анализ всей жизни. Творчество лучше всего удается так называемым солнечным детям. Поэтому в центре много занятий по рисованию, танцам, развитию речи. О несомненном таланте учеников можно судить по работам, которые украшают стены центра. Они не оставляют сомнения в том, что авторы этих рисунков счастливы. Дмитрий Иванович, а все мы упомянули в сюжете или еще какие-то моменты? Ну, конечно, не все. У нас 17 педагогов. А вот насколько, кстати, сложно было их найти? Найти было сложно, потому что, ну, конечно, часть педагогов – это наши родители и наши близкие, наших детей. Но большая часть педагогов – это люди, которых мы нашли. Педагог по эвритме Елена Леонидовна вообще, она из-за границы приехала к нам работать. И у нее методика театра эвритмена вообще замечательная. Сейчас вот были кадры, когда она летала с мальчиком. Они после полетов еще и рисуют, изображают то, что они пролетели. У нас, конечно, много специалистов работает. Я хочу еще запомнить о том, что все занятия бесплатные, как индивидуальные, так и групповые. Бесплатные занятия у нас и в бассейне. У нас в четырех бассейнах города дети занимаются. В трех они занимаются лечебным плаванием, в одном – спортивным плаванием занимаются. Наши дети занимаются в Академии фигурного катания, готовятся к чемпионатам будущим и показывают большие успехи. Кроме занятий, то, что вы видели, у нас, конечно, вот ЛФК, канистерапия – это терапия с собаками, дефектология. Две группы у нас – адаптация к детскому саду и к социуму, адаптация к коллективу, к школьному. У нас очень замечательный логопед, который занимается с детьми, делает им логопедический массаж, развивает им речь. Ну и другие занятия – арт-терапия, дети у нас валяют из шерсти. У нас замечательные занятия по методике мягкой школы, то есть у нас очень много занятий развивающих. Мы считаем, что чем больше дети посещают занятия, они ни в коем случае не перегрузятся, никогда не перегрузятся этими занятиями. Они всегда посещают их с большим удовольствием, они отвлекаются только на сон. Ну, это вы сказали по адаптации к будущему школьному коллективу, да? Наверное, в свою очередь как раз и будущий школьный коллектив. Ну, на тот момент еще не коллектив, да? И других детей надо адаптировать зачастую, их родителей тоже, для того, чтобы у нас все-таки перспективы инклюзивного образования из перспектив вылились в реальность. Эта работа ведется? Здесь, конечно, очень важно подметить, что она, опять-таки, должна начинаться не в школе, а гораздо раньше, потому что мы знаем, что чем раньше обычные, типично развивающиеся дети встречают детей необычных, тем проще им привыкнуть к тому, что такой ребенок находится рядом с ними. Конечно, им проще привыкнуть к тому, что такой ребенок находится рядом с ними. Если мы задумываемся об этом только в школе, это может быть уже немножечко поздно, потому что в подростковом возрасте совсем другие ценности, совсем другие отношения, и там строить отношения бывает иногда тяжело. Поэтому, конечно, очень важно, что в детских садах, и то, что мы говорили сегодня, это обычные детские сады, которые все больше принимают таких детей, потому что сопротивление родителей, оно тоже было, было и здесь, и в то же время были родители, которые готовы были на то, я имею в виду родители обычно развивающих детей, были готовы пойти на то, чтобы их ребенок посещал группу детского сада, где есть ребенок, например, с синдромом Дауна. Потому что многие из них так и говорили, мы хотим, чтобы наши дети видели вот таких вот детей рядом с собой, и чтобы для них это не было каким-то стрессом. Нормально смотрели на мир, я бы так это сформулировала. Конечно, поэтому взаимодействие, оно, конечно, очень важно. Еще один момент, который был буквально на днях озвучен на пресс-конференции, посвященной Международному дню человека с синдромом Дауна, то, что в Петербурге, мы сегодня все о перспективах в основном говорим, еще и появились перспективы так называемого тьютерства. Давайте сразу телезрителям поясним, что это такое, а самое главное, что это даст солнечным детям. Тьютер – это слово английское «тутер», а слово «поддержка», «помощник» – это человек, который сопровождает ребенка с синдромом Дауна и любого другого ребенка с ограниченной возможностью. Он сопровождает его в детском саду, в школьном учебном заведении, он привозит, отвозит его со школы, потому что наши школы, как правда, расположены в разных районах города, их немного, они достаточно доступны не всем по расстояниям. Он помогает родителям, он следит, занимается, сделает с ребенком домашнее задание, он помогает ему в школе, он помогает ему взаимодействовать вообще с окружающим миром. Вот. У нас эта система только-только начинает в городе развиваться, но тем не менее, по сравнению с нашими другими регионами страны, она развивается успешно, я считаю. Родители получают сьютера. Подождите, вот откуда они получают такого помощника? Соответственно, это, я думаю, услуга не бесплатная. Какова схема, каков механизм? Вообще этот помощник, он представляется государством. Представляется он, в общем, нашим детям-инвалидам, с инвалидностью он представляется бесплатно. То есть, по идее, по социальной политике всевозможные районные отделы по социальной защите населения, оттуда должны быть специалисты. Родители подают туда заявку, и специалист оттуда представляется. Сейчас в Петербурге налажена школа тьютерства. Занимаются люди по этой программе специальной, готовятся таких детей сопровождать, и их становится, в общем-то, больше. Конечно, на всех их не хватает. Это проблема очень важная. Тьютеры очень помогают, конечно, родителям развивать таких детей. Их поддержка нужна. Ну и, по сути, это не просто помощник, это, наверное, друг семьи, друг самого ребенка, в первую очередь. На Западе это так. И я надеюсь, что у нас это тоже так будет, таким образом. Конечно, потому что человек, который находится рядом, он очень важен. И не всегда это могут быть родители, или даже, на самом деле, не всегда это должны быть родители, потому что у каждого есть свои функции. Родители должны быть родителями, а есть действительно человек, который может помочь и адаптироваться, и учиться, и действительно доехать, приехать, потому что это важно. Особенно для такого большого города, как Санкт-Петербург. Ну и, на мой взгляд, еще важно вспоминать не только 21 марта, о том, что есть такие необычные люди в нашем городе, среди нас, в нашем обществе, да, ну и как можно чаще. И праздники, которые обычно приурочены именно к 21 марта, устраивать как можно чаще и общественным организациям, и коммерческим в том числе. Спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, что в следующий раз, повторюсь, мы встретимся не по поводу праздника, а по другому, возможно, приятному как раз информационному поводу.